Всем привет! Так как мы разговариваем сегодня о технологиях, у меня очень технологический лук сегодня. Отсмите. Да, мы вышли из ситуации, когда не знали, куда прикрепить. Так что вот такое у меня fashion technology сегодня. На самом деле, эта тема построения предпринимательской экосистемы в городах мира. Это сейчас очень горячая тема. Все интересуются, как это сделать. Я недавно вернулась, буквально прилетев из Кремниевой долины, я поехала сразу в Португалию на Summit Sandbox, такая организация для молодых ребят до 30 лет. И как раз одна сессия была посвящена тому, что мы давали советы вице-заместителю по инновациям, как-то вице-президент по инновациям, города Лиссабон, о том, как построить предпринимательскую экосистему в том городе. И я еще раз поняла, насколько это важно, насколько все озабочены этой темой. И я начала, так скажем, больше-больше формулировать свои мысли в этом направлении и хотела поделиться ими с вами. С другой стороны, я подумала, окей, тут собираются молодые ребята, которые, в принципе, они не должны строить эту экосистему. Эту экосистему как раз должна строить Сколково и другие инфраструктурные организации. Поэтому, может быть, мы немножко, так скажем, уйдем в другую сторону. Поэтому я сделала такой... У меня презентация на английском языке. Но я думаю, что все говорят на английском, правильно? Yes, of course. Отлично. Но я буду говорить на русском, то есть просто там вот минимальное... так скажем, минимальное количество слов на английском. И поэтому я сделала такой слэш, то есть как построить предпринимательский хаб, а как взять как можно больше ресурсов из него, как уметь им воспользоваться. То есть как раз ваша ситуация. Я так понимаю, я смотрела лайв первой лекции. Я не знаю, кто был на первой лекции 16-го числа? А, ну вот, в принципе, вы там немножко представляли себя. Да, я посмотрела, то есть есть ребята уже, которые начали строить свои компании. Я правильно понимаю? Кто-то находится в таком процессе понимания себя, изучения рынка, изучения возможностей, да? То есть кто, у кого же... Можно я так просто посмотрю, чтобы понять, на чем сконцентрировать свой рассказ, какие вам правильные вопросы задать? Кто уже начал как бы строить компанию? У кого есть какой-то сайт, который они сейчас делают, команда? Теоретическое состояние считается, но теоретическое состояние... А то есть вы делаете бизнес-план сейчас, да? Ну да, то есть это начало, вы в начале пути. В начале пути. А остальные, кто находится в стадии, когда вы просто, так скажем, заинтересованы в предпринимательстве, и вам просто интересно, и вы хотите узнать больше? Все. Ну, получилось так 50 на 50. Ну, хорошо, ну 60-40, 30-70. Так, посмотрим, как работает эта технология. Ура, это я. Это такое у меня выражение лица, когда я вижу новые предпринимательства, новые стартапы, приезжающие в долину. Это они приводят меня в такой восторг. Дикий. Это так мой называемый теглайн, да, это как я себя позиционирую сейчас. То есть, проведя один год в долине, построив Black Box, который является акселератором для международных технологических стартапов в течение года, я поняла, что это мое призвание. Им не нравится работать с молодыми ребятами, у которых сумасшедшие идеи, которые приезжают в долину, так скажем, хотят покорить мир, и мне нравится сама идея, знакомство их там с венчурными инвесторами, с правильными юристами, с правильными банкирами, с менторами, с адвайзерами. И вот этим мы как раз занимались в течение полутора лет. Я вообще, на самом деле, думала, с чего начать рассказ о, так скажем, о Black Box, о акселераторах. И я хотела поделиться тем, что я очень люблю конференцию TED. Кто знает конференцию TED здесь? Отлично. Я так и знала, что аудитория подготовленная, и, может быть, некоторые вещи, которые я вам скажу, вы уже знаете. Если вы считаете, что я не раскрыла вопрос какой-то, вы можете мне задать. Так вот, есть такое прекрасное видео Стивена Джонсона на TED. Вы можете посмотреть. Кто его видел? Окей, один человек его видел. Ну, Стивен Джонсон, в общем, начинает свой рассказ с того, что он начинает разговаривать о кофешопах. То есть, и почему это сейчас актуально для нас, да? Кофешопы. Он рассказывает о том, что в Англии 17 века практически в Англии 17 века единственным напитком, которым можно было пить и не бояться, был алкоголь. То есть, в принципе, вся Англия 17 века, Англия с начала 17 века была постоянно в нетрезвом состоянии. И, ну, в 1650 году вдруг в Англии появляется кофе и чай. И картина абсолютно меняется. То есть, люди вдруг находятся в состоянии трезвости. И его, то есть, его выступление было посвяно еще тому, откуда приходят хорошие идеи. И он говорит, что как раз, когда люди вдруг нашли себя в этом состоянии трезвости, они вдруг у них начали появляться хорошие идеи. Это была одна из причин, по которой он начал говорить о кофешопах. Но эта причина нам сегодня не очень интересна. Мы сегодня будем говорить о второй причине, почему Стивен Джонсон говорил о кофейнях в Англии 17 века. Потому что кофейни, на самом деле, сыграли невероятно большую роль. Никто об этом не задумывается. И я тоже об этом не задумывалась, не увидев его выступление. Никто не задумывается, почему они сыграли такую роль. Как я вам уже сказала, первая роль, что все вдруг стали трезвые. Отлично. И вторая причина... А, почему они сыграли такую роль в распространении инноваторских идей в 17 веке? Что происходило в 17 веке в Европе? Кто помнит, как это там называлось-то движение высокой мысли, интеллектуальное, после возрождения? После Ренессанса. После Ренессанса. Просвещение. То есть была эра просвещения, и появилось очень много, появилось очень много интересных идей, благодаря тому, что люди стали трезвые. И вторая причина, почему кофешопы были так популярны. Вся идея в архитектуре пространства. Он называет это liquid network spaces. То есть люди могли приходить в места, где они были трезвы, собираться вот такими группами людей, обсуждать идеи. И, как говорил тоже известный, так скажем, лектор Стэд, он говорил о том, что появлялись места, где идеи могли заняться сексом. То есть, когда встречались две хорошие идеи, три хорошие идеи, и у них получалось что-то новое. И когда я посмотрела, когда я посмотрела это видео в октябре 2010 года, я подумала, о боже, это то, что мы собираемся делать в Black Box. Тогда, в октябре 2010 года, мы только сняли дом в городе Афертон, который находится в 10 минутах езды от Пала-Альта и в 40 минутах езды от Сан-Франциско. И мы тогда с тремя друзьями, так скажем, брейнстормили идею того, что мы хотим создать инкубатор, мы хотим создать акселератор, потому что мы поняли, что время, в котором мы сейчас живем, мы можем назвать ренессансом предпринимательства. То есть сейчас мы находясь в Кремниевой долине, мы поняли, что быть предпринимателем намного круче, чем быть костюмом на Уолл-стрит. Или быть предпринимателем действительно классно, то есть ты изменяешь мир, о чем ты мечтаешь, ты создаешь какой-то новый продукт. И мы подумали, окей, мы должны помочь, мы должны создать какую-то экосистему, мы должны создать инфраструктуру, которая поможет молодым ребятам реализовать свои мечты. Ну, естественно, мы не были инноваторами в этом, так скажем, пространстве, то есть тогда мы же к тому моменту Techstars существовали пять лет, вы, наверное, знаете, да, Techstars, это известный акселератор в Бостоне. не знаете, мы сейчас просмотрим, после моего краткого введения просмотрим видео, оно будет семь минут о инкубаторах и акселераторах в Америке. То есть оно такое будет, так как у нас курс такой 1.01, я думаю, что всем должно быть, всем должно быть интересно. И, в общем, мы хотели создать среду, где у нас, то есть 50% команды было из Европы, я из России, Бьерн из Германии, Макс из Америки и наш четвертый партнер Фадди, он как бы американец, ну, из Сирии. То есть мы такие были международная команда и благодаря тому, что я была из России и Бьерн из Германии, мы, в принципе, знали всех ключевых игроков на европейском пространстве в инновационной среде. И очень много людей приезжают постоянно в Кремниевую долину и мы думали, окей, они могут остановиться в этом доме, мы будем проводить мероприятия, мы создадим каворкинговое пространство, это место станет гравитационной точкой для предпринимателей со всего мира. В принципе, так и произошло. Упорным трудом за год мы примерно этого достигли. то есть мы собрали где-то наша комьюнити насчитывала более тысячи предпринимателей, мы провели где-то более 50 ивентов за год, то есть мы проводили ивент практически каждую неделю. Мы начинали с того, что мы, так скажем, сами вывели этот бизнес на его окупаемость. Поначалу, когда мы собирали тусовки из предпринимателей, скажем, из 30-60 человек, мы готовили сами, просто ехали в магазин, в дешевый магазин, закупали еды, там 10 человек мы резали, резали, там коптили, парили и создавали, то есть сделали, так скажем, ужин, ужин с питчами. В результате в нашем доме побывали, побывал европейский парламент, представители, 20 человек из-за представителей европейского парламента, которые хотели узнать о инновациях, топ-экзекутив с компанией Sony, которые хотели узнать о инновациях к нам, приезжала сама Сколкова в главе с Туркотом, чтобы провести, тоже показать с российским предпринимателем, что происходит. У нас презентовали, у нас проходили демо-дни компаний из Дании, демо-дни компаний из каких, из Кореи, из, если я сейчас вспомню, то есть у нас именно были такие некоторые национальные демо-дни, то есть из России очень много, естественно, когда приезжали ребята из команды Deep Dive, проводили, то есть мы хостили каждую неделю какой-нибудь ивент. Мы действительно, мы строили комьюнити, мы строили экосистему, к нам приходили, мы устраивали серию таких завтраков с такими топ-инвесторами, топ-предпринимателями из Кремниевой долины, из инвесторов к нам приходил Стив Джоверсон, компанта, фонд DFJ, Гай Кавасаки, Гай Кавасаки, Дэвид Ли, партнер фонда SV Angel, в общем, такие очень известные, очень уважаемые фонды в долине. То есть мы пытались, действительно, мы тратили очень много времени и очень много сил на создание вот этой предпринимательской экосистемы. Ну, это была основная часть нашего бизнеса. На территории, если вы посмотрите, это у нас был основной дом, где жили, так скажем, предприниматели постоянно, 10 человек. Вот это был такой маленький домик. Там мы поставили три двухэтажные кровати, где мы начали хостить предпринимателей из других стран. То есть и в части этот дом также помогал нашим операционным расходам, потому что мы брали какую-то определенную ренту за койко-место и все были довольны. Все были довольны, потому что вот именно вход в эту экосистему, чем полезны подобные акселераторы, чем полезны инкубаторы, они вас в очень короткий период времени втягивают в сообщество, в которое бы вы втягивались сами по себе, ну, может быть, полгода или год. То есть вы действительно экономите огромное количество времени на то, чтобы встретиться с правильными людьми. Будут это предприниматели такие же, как вы, инвесторы, какие-то партнеры потенциальные, ваши советники, будущие менторы. То есть вы сразу же попадаете в среду, которая для вас, как для предпринимателей, является такой благодатной. Это очень важно, потому что каждый день в жизни предпринимателя это большой период времени, потому что вы можете, если вы потеряете месяц, у вас могут кончиться деньги, вы просто не сможете существовать, вам придется бросить свой бизнес и пойти работать. Или, может быть, ваши конкуренты вас перегонят. Как было такое сравнение, что, скажем, вы делаете какой-то стартап, в принципе, вы все находитесь на одном уровне. Единственная разница, кто добежит первый, кто дойдет до определенной точки первый, кто не умрет в этой долине смерти. И как раз акселераторы занимаются тем, что они помогают вам преодолеть долину смерти. И сейчас я хочу, чтобы мы поставили видео, если можно, и посмотрим семиминутное видео, там тоже есть как раз небольшая информация также о блокбоксе. В принципе, это видео о акселераторах, что они собой представляют в Америке. И потом поговорим о акселераторах в России. Так, ой, там такая хорошая музыка, ничего не слышно. Они работают над этим. А, может быть, по колонне, да? Окей. Ну, сейчас я посмотрю, как бы, что у меня по теме. Ну, то есть, мы начали с кофейн, да? Вот этими кофейнями, я считаю, что сейчас в современном мире у нас как раз являются вот эти вот коворкинговые пространства, акселераторы, как раз места, где предприниматели там с разных слоев, разного уровня образования собираются вместе и начинают обмениваться идеями. и, как я сказала, и, как я сказала, что вот эти, если тогда в эпоху просвещения такие, там были, скажем, мыслители, которые приходили к новым идеям, то сейчас вот эти мыслители для меня, да, это вот как раз предприниматели, это молодые ребята, которые приходят с абсолютно инновационными, диструктивными идеями, которых никто не ожидает, и они, в принципе, меняют реальность. И, это... Это демо day. Think of this as a debutante for startup companies where founders meet their funders. At the intersection of content for 200,000. On the left side of your screen is San Francisco. On the right side, New York City. On the same day, on both coasts, a handful of entrepreneurs were trying to impress deep-pocketed investors in the audience and sell them on the idea that they were the next big thing. At OrderInn, we are bringing about the most fundamental change to the restaurant industry since franchising in the 1950s. We want to enable anyone, anywhere to sell online, on any platform, with ease and simplicity and elegance. If this were a typical group of startups, the odds against their survival would be very long. Most startups fail and most investors are left holding the bag. However, these companies have already been marked for success because they've survived a kind of startup school known as a startup accelerator. That's it, right? That's all I need? Yeah. Accelerators are usually started by investors who want to mentor and profit from the next wave of internet companies. They're called accelerators in part because they try to shorten from one year to three months the time it takes a new business to learn its fundamentals. This 10-week-long program in San Francisco is called AngelPack. It was started by a group of ex-Google employees. When I walk through, I met a range of startups, including LendFriend, a site that helps friends lend money to one another, co-founder, Gino Muschetti. The research estimates that loans between people who know each other in the United States is about $75 billion. We want to bury sides of a little chunk of that market. So I'm simply just going to open the app. And another startup that helps you cut in line at restaurants. Evan Maddow, co-founded Tap Viva. So what am I looking at here? So what we do is we facilitate mobile ordering and advance point of sale for restaurants, cafes, and food trucks. So you have your phone in your pocket, your smartphone, your iPhone, your Android device. You order ahead, you skip the line, you don't have to wait in line. And the order shows up on an iPad that's in a restaurant in the kitchen in the back and your food is prepared and you don't have to wait. These 15 companies were whittled down from 2,000 applications for AngelPad's approval, which makes getting into an Ivy League school look easy. It also brings with it a certain cachet. Thomas Korta is the founder and managing partner of AngelPad. So we'll look really for three things. Number one is we'll look for an amazing team, people that have a deep understanding of the problem that they're trying to solve. We're looking for technical people that can actually build and solve that problem by using technology. And the third one is we'll look for founders and teams that show leadership, that can build interesting companies. If we're just looking, comparing papers... AngelPad staff members advise the startups on everything from products and design to customers and fundraising. If one of our lawyers comes in to explain how the funding process works or what these legal documents look like, you know, you can do that once instead of 15 times individually. In exchange, the AngelPad accelerator gets stuck in each of the 15 companies. The hottest young entrepreneurs, the best new ideas. Accelerators have become become so commonplace that there was even a reality TV show on Bloomberg television. It's a super red flag. There's just a limit to how big it can be. It highlighted the trials and tribulations of a batch of startups going through three months of the Techstars accelerator program in New York. This is Techstars. Techstars has been around for six years. The program sifts through 3,000 applications to launch 50 companies a year in Boston, Seattle, New York, and Boulder, Colorado. David Cohen is a founder and says the key to getting accepted is not just having a great idea. Someone might come in with the greatest idea in the world. That's the last thing we look at. It doesn't matter that much to us. We know that about half of the companies that go through Techstars are going to pivot, meaning they're going to change the business that they're going after. That's incredibly common, not just in this context, but in startups in general. So really, you're looking for people that have the right skills and the right passion, the motivations to do a great job that are going to be respectful of the data and are going to make the changes they have to make to be successful. Accelerators are springing up all over the world. Top-tier programs like Seed Camp in Europe and Y Combinator from the Bay Area launched dozens of companies. This summer, Y Combinator launched 63 startups in one day. Even Hollywood is seeing stars. Actor Ashton Kutcher was in the audience at that demo day looking to invest. Recently, Leonardo DiCaprio and even his supermodel ex-girlfriend have made investments in tech startups. To some, when investing in startups becomes fashionable, it might mean there's a bubble. I do worry that there is sort of a, an overcrowding effect that is going on. Wade Rausch is the San Francisco editor for Xconomy, a network of sites that cover innovation and entrepreneurship. He's covered startups for 15 years and says that the internet startup frenzy is back because the cost of technology keeps dropping. Back in the 90s, a typical startup had to go out and raise millions of dollars, you know, 5, 10, 15, or 20 million dollars just so that they could go and buy the servers that they would need to host their applications so that people could come and find their services on the web. It's now possible to raise 100,000 or 200,000 dollars and if you're willing to, you know, eat ramen, as they say, for a couple of years, that's enough money to actually make real progress. In a shared house in Atherton, California, filled with founders working on startups of their own is Black Box Ventures. Their project, called the Startup Genome, aims to turn the prediction of startup success from art to science. Max Marmer and Bjorn Lasse-Hermann are co-founders. Startups are failing primarily because of self-destruction rather than competition and we think that's sort of a big insight. They already know a few things that are bound to lead to failure. A part-time founder, a solo founder, not having the right team mix, not listening to customers and the biggest reason for 70% of all failures is what they call premature scaling. A company increases their risk profile by effectively executing the unnecessary which means that they do things which they have not validated before with their customers. Black Box's founders gained these insights by gathering data from more than 15,000 startups around the world. The company also realizes the world is catching up when it comes to startup culture. The Chinese decided to invest massively. The big wadla has come to the same conclusion. He's an entrepreneur turned academic who researches American competitiveness. What's happening now is that other countries like India and China are learning our secret sauce. They're learning what made America what it is. You've got to realize that kids in Beijing and Bangalore right now have friends in Silicon Valley and North Carolina on Facebook and Twitter. They interact, they exchange ideas, they begin to think like each other. Wadla says accelerator programs are important because they decrease the cost of starting and failing at a business. In America, failure is considered to be okay. I mean, especially in Silicon Valley. In Silicon Valley, the more you fail, the more experienced you're considered to be. So failure is a badge of honor. people abroad think it's really strange. How do you grow the business past the single app? It's still too early to tell which if any of these companies will be the next Facebook or Google, but as these investors put their money behind these entrepreneurs and their ideas, one thing is certain, they'll be hiring. I remember that they call the money Okay. Who's already seen this video before this? Well, I showed you something new. I'm glad. In general, it's in a short about accelerators. All of them I understand, that they're very fast but in principle, how do they understand? All of them understood? All of them. So even Paul Graham, all of them know, who is Paul Graham, Paul Graham, основатель Y-combinator, the most successful accelerator in the world. You know, that from Y-combinator there were such companies like Dropbox, Airbnb, who else else came from? Dropbox, Airbnb and there are more companies. In general, they now have to pay for as a minimum capitalization Airbnb for 1,5 billion dollars. They have been for a couple of years. Кстати, we're like as a second for our company for our company. We also put on Airbnb. So, Airbnb кстати, только что открылись в России. Это у них был launch. Их компания буквально неделю назад они в общем их бизнес он находится в индустрии по-английски скажу underutilized assets. То есть, например, у вас есть большие, вы живете, вам досталась наследство 5-комнатная квартира и вы живете там один. И у вас 4 комнаты, вы не знаете что с ним делать. Вот стоит такая вот недвижимость и вы можете их сдать на Airbnb. То есть, вы можете сдать 4 комнаты на Airbnb без посредников. То есть, вы можете прийти на сайт, там уже сделан весь дизайн для вас, даже к вам приедет фотограф, если вы живете в Калифорнии, сфотографирует вашу... Это вот фотография сделанная Airbnb-фотографом, кстати. То есть, к вам даже приедет фотограф, сфотографирует ваши комнаты в красивом свете, вы выложите их на сайт, у вас будет календарь, у вас будет сразу вся система, которая поможет вам получать оплату, у вас есть гарантия 50 тысяч долларов, что если кто-то разгромит вашу квартиру, то вы получите страховку до 50 тысяч долларов. В общем, прекрасный... Они буквально начали пару лет назад, у них интересная очень история, они тоже чуть не померли сначала, пока они не попали в Y-комбинейтер, они вообще начали... А, они начали делать свой стартап, вот про пиво здесь говорил как раз один из основателей Techstars, что до того момента, как компания действительно найдет свою бизнес-модель, они сделают несколько раз пивот. Что такое пивот? То есть они как-то изменят свою бизнес-модель. Как вообще... Вот мы сейчас смотрели и увидели через YouTube. Знаете, какая вообще была начальная идея у фаундеров YouTube? Они хотели сделать сайт, дейтинг-сайт. Как это по-русски? Сайт знакомств. Они хотели сделать сайт знакомств. Они сказали, господи, что эти фотографии, там описания, всякие резюме, люди обычно на это не смотрят. Нужно сделать видео, чтобы люди могли пообщаться с друг с другом через видео. То есть они могут выложить видео. И они начали вот эти вот... То есть они выпустили этот сайт, куда люди могли выкладывать видео. Люди начали выкладывать всякие вообще unrelated всякие видео, и в результате получился YouTube. Вот это вот называется пивот. То есть они начали с идеи о сайте знакомств, а закончили с сайтом, где любой человек может разместить свое видео. Вот. И Airbnb, они также, кстати, у него было несколько пивотов. Я знаю, что когда... Они сейчас не рассказывают эту историю, но у них вообще изначальная идея там была о том, что фаундеры собрались вместе, и они, в общем, они чуть ли не делали, знаете, вот эти, как это называется? Cornflakes. Хлопья. Вообще они делали кукурузные хлопья с лицами кандидатов президента на прошлые выборы. И они хотели продавать эти хлопья вот с этими кандидатами в президенты. В результате, естественно, у них все провалилось, и они потом были на полном нуле, и в общем, ели только эти хлопья. Я почему запомнила эту историю, потому что такая чисто предпринимательская история, когда, вот тоже в видео говорили о том, что предприниматель должен быть готов есть только доширак, рамен по-английски, японские, японские, да, японский аналог, у нас просто доширак, все знают. Вот, что он может должен быть, должен есть доширак годами, пока у него идея не выйдет. Angry Birds. Вы знаете, что компания Angry Birds, которая создала Angry Birds, они существовали семь лет до этого. И вот семь лет у них ничего не получалось, пока они не создали Angry Birds. Как, в общем, поэтому Пол Грэмм сказал, что создавать стартап это Inhumanly Hard. Если кто-то у меня сейчас делает классный перевод по-русски, нечеловечески сложно, да, то есть это нечеловечески сложно, и поэтому вот такие вот стартап-школы, как акселераторы, они вообще на самом деле они до небесные, потому что они существенно, во-первых, снижают ваши риски, во-вторых, они помогают вам не делать ошибок, которые, которые многие из нас, да, многие из предпринимателей могут делать на начальном этапе. я хотела, вот, например, это мы делали этот слайд, на самом деле, с нашей презентации о блокбоксе, с компаниями, как бы, с интернет-инфраструктурными компаниями, с которыми мы работали как бы по всему миру. Но это сейчас, конечно, и это уже показывает, да, что по всему миру, что это огромный тренд, что этих акселераторов, что инфраструктурных организаций, которые стараются поддержать предпринимательство, существует просто по всему миру множество. Потому что есть такая организация, Kaufman Foundation, в Америке, они находятся в штате, забыла, Канзас, они находятся в штате Канзас, они делают исследования по предпринимательству, они также дают очень много грантов, они дают очень много грантов инфраструктурным организациям, они сделали исследование, что 90% новых, новой работы приходят от интернет-стартапов, которые высоко масштабируемы. То есть, сколько сейчас тысяч человек работают в Фейсбуке? Мне кажется, тысячи три, наверное. И сейчас, представляете, когда Фейсбук выйдет IPO, представляете, сколько будет миллионеров? Будет очень много миллионеров. Что? Я думаю, что выйдут. И я хотела как бы поговорить, что здесь есть для вас, то есть вы здесь. Вот это самое лучшее. Что сейчас происходит в России? На самом деле, я считаю, что, например, даже вот Сколково делает реально крутую работу, потому что Сколково создает инфраструктуру. Она толкает общую инфраструктуру вперед. Это очень важно. Советую всем почитать, так как вы находитесь в стадии изучения, может быть, изучения предпринимательского пути и оцениваете свои там, что такое стать предприниматель, почитайте, почитайте, почитайте эссе Пола Грэма. Пол Грэм, как я уже сказал, основатель Y Combinator. Просто забейте в гугле Пол Грэм эссе. Грэм пишется G.R. Да, Грэхам. Спасибо. Вот. Я забыла, что есть русский транслит, который можно использовать. Вот. И он пишет, понимаете, что когда в одном месте находится очень много предпринимателей, у вас такая получается групповая поддержка. Вам всем вместе не так сложно. Вы можете прийти другу, рассказать, знаешь, у меня какая-то проблема, там, знаешь, трафик очень низкий, вообще все люди, которые приходят на сайт, вообще, баунс рейт очень высокий, все уходит, а как ты это сделал? Слушай, а как у тебя вот здесь работает? То есть, это очень-очень важно. И почему Силиконовая долина или Кремниевая долина, почему она стала вот этим меткой, вот этим эпицентром предпринимательства? Потому что там скопилась вот эта вот критическая масса предпринимателей. И это стало до такой степени нормально делать стартап, что если ты делаешь что-то другое, это уже ненормально. То есть, если у тебя нет идеи, то что-то с тобой не так. То есть, если, я вот раз сказала, у меня есть видео, Алена Попова снимала видео со мной, когда я только приехала в долину. То есть, в России я помню, было так. А где ты работаешь? А какова у тебя должность? Вот обязательно, если записываешься на конференцию, у тебя нет должности, то это прям вообще. А там больше, там, how do you want to change the world? Как ты хочешь заменить мир? Если ты записываешься на конференцию, ты должен ответить на эти вопросы. То есть, совершенно другой подход. То есть, там все такие мечтатели, там все такие change-мейкеры, немножко сумасшедшие, и, наверное, немножко быть нужно сумасшедшим, чтобы делать стартап. Потому что, как я уже сказала, это нечеловечески сложно. И 90% провалов. И что вам дает акселератор? Вот, можно кого-нибудь из зала? Давайте теперь, как в школе. какой-нибудь из зала. Вот что ты думаешь, что тебе дает акселератор? Ты туда попадаешь, вот что там происходит? Ну, шанс этого провала снижается. Почему? Потому что там есть люди, у которых уже все это нашли. Они могут рассказать. А, точно. Раз. А, так вот. Преимущество в чем, как мне кажется? Работает? Да. Преимущество в чем? Ты приходишь туда, и люди, которые уже прошли через стадии провала, они рассказывают тебе, как не допустить те ошибки, которые допускают все. И таким образом, шанс твоего провала снижается. Это раз. Два. Что более важно, ты оказываешься в среде тех, кем хочешь стать. То есть, бизнесменов, предпринимателей и так далее. И находясь в этой среде, ну, невозможно не создать что-либо. Когда ты живешь в среде, скажем так, обычных людей, которые ходят на работу, в институт и так далее, сложно в одиночку создать какую-то идею. Не скажешь, что ты это. А в этой среде, где нормально будете немного сумасшедшим, гораздо лучше создается какая-то идея. Отлично. В общем, два у нас пункта. Это эксперты и экосистема. Так, что еще? Как ты думаешь? Что еще можно получить вот в акселераторе? Самое главное, это поддержка тех, кто, например, начинает свой бизнес. Это полное неумение таких, как мы, технарии, по большей части, непонимание основ бизнеса и прочее. И, соответственно, поддержка вот в этом направлении. То есть, как зарегистрировать свою компанию, как пойти по упрощенке. Прочие налоговые, вот, курсы и прочие очень помогают. Соответственно, да, такие вот введения бухгалтерии, да, соответственно, вместо себя за предпринимателей и так далее. Вот я вижу главное. И, соответственно, Исколку, насколько я знаю, тоже технопарк этим и занимается. Браво. То есть, это, опять же, больше экспертов, да, как я вам говорила, да, даме. Мне кажется, очень вдохновляет вообще вот это вот нахождение среди людей таких инициативных, вот это вот inspiration, да, то, что ничего больше, мне кажется, не дает такого вот стремления достичь чего-то, да, такой challenge по-настоящему большой, когда ты видишь вокруг себя успешных людей, те, кто, у кого глаза горят, те, кто хотят добиться чего-то больше, что-то видишь, как рядом с тобой кто-то преуспевает в чем-то, и ты понимаешь, что ты не хочешь просто отстать. Вот. Мне кажется, что это даже больше пинок, чем возможности, чем встречи с инвесторами, чем, может быть, какая-то учеба, а просто, чтобы вот быть, идти в ногу с другими успешными людьми. Ну, браво. То есть, да, это экосистема, это, опять же, то, что вы находитесь правильно, вот каждый из вас отметил, что это люди, которые мыслят в том же направлении, в принципе, кажется, очень сильно облегчает процесс то, что, ну, вот на такие акселераторы приезжает очень много инвесторов, и они едут туда целенаправленно уже выбирать свои стартапы, ну, те, в кого они хотят вложить, потому что так тебе придется самому искать, стыркаться по разным инвесторам, и ты потеряешь огромную кучу времени на это, а так у тебя просто есть вот такая ярмарка, которая намного увеличит твои шансы получить финансирование. Точно. То есть, демо-день, да, это как кульминация пребывания в любом акселераторе, то есть у вас проходит демо-день. Мы тоже, мы на самом деле, мы не делали программу вот так, как такую трехмесячную, но мы провели европейский демо-день, и по технологии стартап-дженома мы отобрали из 100 компаний, 15, которые приехали в долину, которые презентовали себя, где-то 50% после этого подняли инвестиции, 50% компаний. А можно сразу вопрос? 15 компаний, все были IT-компанией? Да. То есть, мы только брали интернет-компании. То есть, у нас такая очень специфика была определенная. А можно еще вопрос? Насчет вот у вас тысячи предпринимателей, сколько успешных бизнесов за год работы в 2011-м? На самом деле, у нас получилось так, что мы такие были, знаете, как бы, получается, пре-YC, пре-Techstars, очень много людей, которые прошло через Blackbox, они потом оказались в 500-старт-апс Дэйва Маклора, или они оказались в Y-комбинаторе, или они оказались в AngelPed. То есть, они... Дальше как? Да, то есть, они пошли дальше. То есть, мы начали, мы на самом деле были тоже в процессе, мы тоже были в процессе поиска нашей бизнес-модели. Поначалу мы хотели сделать операционный фонд. Что такое операционный? То есть, мы хотели также быть инновационными в этой сфере акселераторов. То есть, что такое операционный фонд? Тогда люди вкладывались бы не деньгами, то есть, limited partners были бы не люди, которые вкладывают свой кеш, а это были бы люди, которые вкладывают в свое время. Опять те же вот юристы, маркетологи, бухгалтера, которые, в принципе, будут обслуживать пул наших компаний, которые мы берем к себе, и за это они будут получать долю вот в этом пуле компаний. То есть, вот мы хотели, но это было очень легально сложно, там около 100 тысяч долларов стоило бы в начале, чтобы просто легально оформить такую... Нелегально. Нелегально в Америке не бывает. Немножко другая ситуация, там уже рынок сформирован, поэтому такой дикости, как у нас на новом рынке, там по нет уже. Подскажите, по-вашему, чем отличается бизнес-акселератор от бизнес-инкубатора? Да, это очень хороший вопрос, и, мне кажется, там была написана про эту тему статья одним из PhD-студентов из Оксфорда. Он прямо написал свой PhD о том, что такое бизнес-акселератор. Он сделал, на самом деле, такой quantified research, то есть он собрал, на самом деле, все акселераторы, посмотрел, в кого они инвестировали, в каком году, кто какой сделал exit. Это, кстати, открыто. Надо посмотреть этот линк, я даже сейчас не вспомню, как он называется, но, в общем, напишите, чем бизнес-инкубатор отличается акселератором. Но в основе своего инкубатора это, как это по-русски-то, tangible infrastructure, то есть это здание, например, да? Вот инкубатор – это здание. Вот есть такой известный plug-and-play. Кто знает plug-and-play? Потому что они единственные, которые так более неизвестны в мире, они, кстати, открылись в Москве, вот где белый дом, у них там семь этажей сейчас. То есть инкубатор, он сдает пространство, то есть он, в принципе, он вам дает офис, он вам может дать вот таких же юристов, скажем, которые вам помогут, но у него не будет, вот, но он не будет специализироваться, скажем, на трехмесячной программе, где вас будут гонять, где вам будут говорить там через три недели прототип, через три месяца демо-день, сегодня встреча с Марком Цукербергом, завтра там встреча с таким-то инвестором, вас там они будут гонять вот как в школе. То есть вам просто предоставят определенную инфраструктуру такую физическую. Вот этим и отличается акселератор. Он акселерирует ваш рост. А в Глэнбокс, получается, он совмещает все эти, да, для функций? Акселератор? Ну, на самом деле, как бы, может быть, мы просто посчитали, так как мы работали с, так скажем, с международными компаниями, и так как мы ходили проводить мероприятия, для нас было очень важно, чтобы у нас было какое-то пространство. На самом деле, в дом, в который мы уехали, у него была такая хорошая карма, потому что до этого там же там был, там работал, жил стартап Натшел Мэйл, который потом был куплен через год компанией Констант Контакт. То есть они сделали экзит, и сразу после экзита мы туда въехали. Вот компания ЦСКА пришла, кто-то там очень хотел. Привет, Миш. То есть там очень была такая хорошая среда, и на самом деле это получилось не специально. То есть мы не планировали, что мы будем как бы сдавать места, это просто получилось так органично. Мы знали, что нам нужно место, где мы будем строить комьюнити, и нам, и получилось так, что у нас было место, где мы могли сдавать койко-места предпринимателям. То есть это получилось идеально на самом деле. Вот. И сейчас, на самом деле, люди, которые жили в Black Box, сейчас есть уже новый проект, например, есть только проект, который начали выпускники Black Box, называется The Glynd. Вы можете посмотреть сайт TheGlynd.com, они называют это Hero Accelerator. То есть это четырехэтажный особняк в Сан-Франциско на горе, то есть с шикарным видом, там тоже проходят мероприятия, там тоже есть Airbnb, такой стиль, одна комната, в которой стоит три двухэтажные кровати, где могут останавливаться люди, и там происходит движуха. Вот. То есть и сейчас очень много, и в планах есть такой проект Founders Castle. Так что stay tuned. Появляется все больше и больше таких, это тоже, может быть, новый тоже тренд. Коммуналка для стартапов. Я говорю, то есть в принципе развивается все в этом направлении. И поэтому я всем советую, почему я сделал этот слайд, то есть я знаю всех этих людей, которые занимаются данными проектами, я считаю, что они делают обалденную работу, и в принципе сейчас начать стартап, да, это интернет-стартап. Если вы работаете с Hardware, я думаю, что вам будет с железом, вам будет сложнее. Но если делать интернет-стартап, это сейчас очень дешево. Тоже говорил журналист с эксонами, да, он сказал, что в принципе сейчас вы можете купить сервера на Амазоне, хостинг вы можете все там, доменными все легко купить, маркетинг вы можете сделать сами, через даже этот SEO вы тоже можете сделать сами, социал-медиа-маркетинг все бесплатно. Вам буквально, единственное, что никто не сказал, чем он может помочь акселератор, он может вам помочь найти сооснователя. Но может быть даже акселератор, может быть, они вас ждут, когда вы придете с сооснователем, а вот если вы придете на стартап-уикенд, там вы можете найти себе партнера. Как по исследованию стартап-дженома, который обработал около 13 тысяч стартапов, одна из причин, почему стартап проваливается, это когда есть только один основатель. даже инвестор, у них, знаете, есть такое правило, называется bus rule, как-то, что-то с bus rule, что-то такое, то есть, если одного из основателей собьет автобус, компания не развалится, потому что есть второй основатель. Поэтому, чтобы себя подстраховать, инвесторы стараются в одного предпринимателя не инвестировать. Ну, естественно, представьте, всегда же легче с другом, когда можно опереться на плечо. Также одна из причин, почему проваливаются стартапы по исследованию стартап-дженом в том, что когда люди не работают фулл-тайм над этим, да, то есть, когда, например, вы делаете это параллельно с работой, скорее всего, так останется проектом и будет какой-то такой маленький вялый рост и что-то у вас там будет происходить, но такое очень вялое. То есть, если вы решились на стартапы, должны решиться на него. Так вот, серьезно. И на самом деле, вот я считаю, что так как в России уже действительно сложилось с инфраструктурой, да, есть очень разумительные фонды а-ля Руна Кепитал, да, а-ля Алмаз Кепитал, но для вас Руна Кепитал, наверное, более актуально, потому что это фонд сидовый, да, то есть, они дают деньги на начальном этапе развития. А вот эти вот ребята, они вам дают пресидовые деньги, то есть, еще перед тем, как вам выдадут там 100-200 тысяч долларов, они вам там дадут по 25, или, ну, тоже до 100 тысяч долларов они вам выдадут, кто-то из этих организаций. Greenfield Project, да, сейчас там делают 25 тысяч долларов, Incube, я не знаю точно, Главстарт до 100 тысяч долларов, от 25 до 100, Startup Point, это больше инфраструктурно, по-моему, они не инвестируют, Farminers тоже там дает до 150 тысяч долларов, да, но это немножко больше, потому что традиционно в акселераторах вообще в долине это 25 тысяч долларов, где-то 6-7 процентов доли компании. В России-то, я знаю, что там процент намного выше, там разов 3-4. Ну, потому что, понимаете, проблема в чем, ну, как бы, как я на это смотрю, мне кажется, что, ну, в России, во-первых, у всех вас, наверное, не было, там, до этого опыта предпринимательского, вы еще там не провалили три компании до этого, или, может быть, ну, и вообще не было в России вот этого менталитета, и, как бы, инвесторы вкладывают свои деньги, они очень рискуют. Так, высокий риск, они себя пытаются безопасить, там, взяв большой процент. Но я думаю, что ситуация будет меняться, потому что это все-таки тоже глобальный тренд, вот, определенные условия. И поэтому я считаю, что для вас, на самом деле, это вообще благоприятная среда, я знаю, что Сколково тоже готово брать молодых классных ребят и девчонок в свой, я не знаю, есть ли у них инкубатор, но я знаю, что если вы становитесь резидентом Сколково, там, вы сразу же получаете около 50 тысяч долларов бесплатно, да, то есть они даже у вас не берут никакую долю вашей компании. А потом, если вы поднимаете от какого-то фонда, вам дают именно в таком же размере грант. То есть благодать. Есть такие же проекты, например, в Чили. В Чили что они делают? Они дают 40 тысяч долларов, то есть вы подаете заявку, если вы проходите их конкурс, они дают вам 40 тысяч долларов, вы должны на 6 месяцев приехать в Чили и жить там. То есть, там тепло, то есть это, конечно, под вопросом, каких специалистов они вам приведут, потому что в России действительно есть специалисты, да, то есть опять же, тот же Фарминерс, это Игорь Мацанюк, это Mail.ru, да, то есть там огромный опыт работы в компании, которая начала как стартап, и в результате вышла IPO на лондонской бирже. Главстарт, это Рамблер, да, Аркадий Маренис, как я знаю, его называют, русский Пол Грэм, там, Startup Point, я знаю, что Виталий, он начал делать именно такую, как бы, инфраструктурную, инфраструктурное движение, то же самое с Greenfield Project и с NQ. Как я забыла, кого-то? Вот в этом листе, кого вы еще знаете, кого забыла? А, точно, как же я могла их забыть? ХС Етенкей, а, точно, их я тоже знаю. В общем, я все, я просто все университеты как-то так это закрыла. Да. Выше Курикану есть очень удачный проект. Что, простите? А, потому что, почему, потому что я ассоциируюсь с Greenfield Project. Я... Без площадки принципиально, а NQ это Академия Нового хозяйства. И он совсем недавно открылся. Да, то есть, в принципе, есть, я знаю, что во многих регионах сейчас тоже делают очень много проектов. Томск, Нижний Новгород, я встречалась. Что, простите? Новосибирск, Казань. То есть, в принципе, в России очень-очень много возможностей сейчас. Получение денег. Но, я бы хотела сейчас концентрироваться, что на том, что для начала, чтобы получать деньги, там, делать идею, вам нужно найти какого-то, очень важно найти правильного партнера. И тот же Пол Грэм, он очень часто делал, делал, так скажем, анкеты для своих компаний в его портфолио, в портфолио UIC. И он задавал им вопросы про их стартап-жизнь. И вот он задавал вопрос, как бы, что для вас было самое вот такое открытие в этой стартап-жизни, чего не вы ожидали. Очень многие указали на то, что очень было сложно именно в работе с кофаундерами. Потому что вы, как муж и жена, в принципе, вот в этом проекте вы пара. Или, если вас несколько, вы там тройка. вы тройка или четверка. И вам нужно, и вам нужно действительно, то есть, работать вместе. Это мало того, что нужно работать над компанией, вам нужно работать над собственными отношениями. Потому что жизнь в стартапе, это, знаете, это как американские горки. Сегодня с вами захотел работать Google, или у вас там сегодня появилось тысяча пользователей, пришло вам на сайт, и все они засайнапились на ваш аппликейшн. А завтра, например, Google сказал, извините, мы контракт подпишем только через два года. И вы вообще в депрессии, вчера вы были там счастливы, просто да нельзя, а сегодня вы в депрессии, потому что, в принципе, если Google подпишет контракт только через два года, вы уже тут через два месяца выйдете в негативный кешфлоу, вы просто не сможете существовать. То есть, это очень сложный процесс, опять же, повторю, нечеловечески сложно. И об этом очень тоже любит говорить Дэйв Маклур, основатель 500 Startups, о том, что не делайте стартап, он очень любит провоцировать людей на это. И поэтому очень важно найти правильного человека, с которым вы это будете делать. Что очень важно для Y-комбинатора, это технически. То есть, у вас, если вы делаете какой-то интернет-стартап, естественно, вы не можете его делать только с бизнес-командой. То есть, вам необходим технарь. Это просто, как говорится, это сердце технологического стартапа. И я знаю, что в России, по крайней мере, у меня, может быть, у вас по-другому. Какого все года, примерно, рождения? 88-го, да? 88-92. 88-92. Ну, вот я 86-го, и я для меня, для меня, еще помню даже, городок, знаете, эти, были, как это называется, сериал, не сериал? ТВ-шоу. А, и сейчас есть. ТВ-шоу «Городок», и вот они рассказывали там, все время там, помню такой момент, женщина едет на девятке, к ней подходит мужчина, и говорит, а телефончик не найдите, она говорит, инженер? Говорит, инженер, она говорит, держи. То есть, для меня это стало, да, что инженеры, вот после развала Советского Союза, это такие вот, такие бедные, и вот такие вот несчастные, такая вот профессия. В Долине это совершенно по-другому. Инженер — это бог, это царь и бог, его инженеров просто хотят во все компании, инженеры супер востребованы, и они получают просто нереальные деньги, и они очень все как-то избалованы. Ну, потому что, потому что вот это сердце технологической компании, потому что без инженера ты не построишь технологическую компанию, поэтому, когда вы будете думать о построении команды, обязательно проверьте, чтобы у вас был технологий, технар, запомните, это важно. Даже если вы будете строить группон, клон, где вроде бы никакой особой технологии не нужно. Сколько здесь вообще технических людей? Поднимите руку. О-о-о! О-о! Круто! Все молодцы. Вы все, вы больше, кто вообще хочет идти там более в интернет, кто хочет делать интернет-компанию? Поднимите руку. Так. А кто хочет сделать компанию такую хардверную? Ничего себе. Какие у нас там еще компании? Кто-то больше в биотеке, в биотехнологиях. В биотехнологиях? Слушайте, у вас хороший микс, мне это нравится. То есть, конечно, я не знаю, например, подобные акселераторы помогут, скажем, компаниям, которые хотят строить что-то из железа или делать биотехнологические компании. Здесь, наверное, у них другая экспертиза. У них больше, конечно, экспертиза по интернету. Это те компании, с которыми мы в основном работали. Но сейчас очень большой вопрос стоит также в долине и вообще по всему миру, исчерпал ли интернет себя в целом. То есть, сейчас очень многие инвесторы также смотрят в другие направления, потому что, например, есть известный фонд Founders Fund, где партнером является Питер Тиль, Шон Паркер, ну, в общем, такая PayPal-мафия, как их называют. Ну, хотя Шон Паркер не в PayPal-мафии, ну, просто его знаете, как... Знаете, да, Шона Паркер? Нет? О, боже! Шон Паркер, он тот человек, который познакомил Маркетс... Вы смотрели социальные сети? Помните, которого Джастин Тиберлэк играл? Ну, просто Шон Паркер... Шон Паркер... Нет. Он, в общем, он создал компанию Napster. Это был такой музыкальный стартап, а потом он считается в долине таким человеком-визионером, то есть, он видит, где будет следующий тренд. Он увидел Марка Цукерберга, он познакомил с Питером Тилем, который был первым инвестором в Facebook. Сейчас он помог вывести Spotify на американский рынок с коннектием Цукерберга с ребятами из Швеции. Ну, в общем, он такой коннектор, очень известный в долине. Он является одним из партнеров... Один из партнеров Founders Fund. И у Founders Fund очень интересный стейтмент написан на главной странице их сайта. Мы мечтали о летающих машинах, и все, что мы получили, это 140 символов. Ну, типа, знаете, что мы хотели глобальных инноваций, а все, что мы получили, это какие-то инновации в социальных сетях. И вот они, как бы, они один из таких фондов, которые смотрят на компании, которые мыслят за пределами интернета, которые действительно там мыслят, может быть, в фарме, в биомедицине, которые мыслят в каких-то... Вот они инвестировали также в Теслу, они инвестировали в SpaceX. SpaceX — это компания, которая делает... Это частная компания, которая производит ракеты. То есть, в принципе, такая серьезная инновация. Поэтому те, кто готовы идти в интернет, да, то есть я считаю, что для вас это сейчас вообще благополучный период. Вот это вот... как-то... Как можно сказать, вот эту вот муху укусила, да? Всех, все теперь, да, пошло вирусное заражение стартап-болезнью, что я считаю тоже хорошо, когда я, помню, выпускалась из университета. Очень, ну, такая мечта была у всех моих одноклассников. Там на курсе Маккейнзи, там Boston Consulting Group, там, знаете, вот какие-то такие вещи. А сейчас ты понимаешь, что, в принципе, будучи предпринимателем, ты можешь создать себе такой лайфстайл, какой ты хочешь. Ну, конечно, тебе придется очень много работать, но ты все равно будешь, как бы... Ты будешь, в принципе, сам по себе. То есть ты будешь господин своего времени, ты будешь господин своей жизни, и то, как будет работать твоя компания, будет зависеть всецело от тебя. И потом ты будешь тем человеком, который, в принципе, ты будешь инфлуенсером, то есть ты будешь человеком, на который на тебя будут смотреть, на который на тебя будут ориентироваться, то есть ты будешь примером, потому что ты... Свободным. Ладно сказать, что просто человек будет свободным. Ну да, в общем, человек будет свободным, давайте скажем так. А вот по вашему мнению, какой из них лучший? Ну, вам больше нравится. И второй вопрос. Нет, ну, ваше мнение. Ну, я, конечно, здесь из инкубаторов, здесь как бы из акселераторов только Фарминерс и Главстарт. То есть Главстарт существует подольше, то есть у них, я знаю, что... Я не очень знакома с работой акселератора игры Моценика еще пока, но я познакомлюсь. Но я думаю, что надо рассматривать, надо идти разговаривать, потому что делать стартап и общаться с инвестором бизнес-отношений тоже. То есть если вы... Ты должен это понять сам. То есть при выборе инвестора тоже очень важно понимать, что ты не можешь работать с каждым инвестором. Потому что, ну, вы должны сойтись на видение. То есть каждый партнер, когда вы будете встречаться с партнером из венчурного фонда, он все равно человек. Он будет смотреть на вас через призму своего опыта, он будет смотреть на вас через призму своих идей, он будет смотреть на вас как бы через призму своих идеалов. И также вы будете смотреть на него. То есть вам нужно будет работать. Для вас это будет очень такой персональный выбор. Второй вопрос. На каких условиях Blackbox сотрудничает с предпринимателями? Ну, сейчас на самом деле у нас... Вот вы видели видео, да? PBS News. То есть у нас проект Макс и Бьерн. Мы начали блог с четвером. То есть Макс и Бьерн, они начали делать софтверный бизнес, на самом деле. То есть вот компания Startup Genome это сейчас компания, которая занимается predictive analytics. То есть это компания, которая оценивает огромный... Это сейчас очень тоже такой горячий тренд. Это компания, которая оценивает... Так скажем, анализирует огромное количество данных и выдает тебе определенный, так скажем, совет и бенчмарк. Вот глядя на эти данные, которые, скажем, компания твоя предоставила, они вас прогоняют по определенным параметрам и выдают вам результат того, как вам стоит действовать дальше, какие вам решения принимать в вашем бизнесе. То есть они сейчас отошли от такой работы со стартапами, как бы hands-on, как говорится, да, один на один. Они поняли, что они хотят застроить более масштабированный бизнес. Потому что акселератор – это не масштабированный бизнес. То есть вы не можете один миллион стартапов загнать и прогнать через свою стартап-школу. Это больше такой сервисный бизнес даже. Он очень интересный, потому что, например, он очень интересен лично мне. Поэтому мы в течение года я и Фадзи, другой наш четвертый партнер, то есть мы с ним как раз сконцентрировались на том, что мы нашли нашу нишу, мы поняли, что в Европе есть талант. Вот есть классный инкубатор в Европе, номер один европейский инкубатор – это Сидкэмп. У них офис в Лондоне. То есть вот у нас там… Вот они, Сидкэмп. Это инкубатор номер один в Европе. То есть у них классная вообще программа, у них классные менторы, они дают деньги. То есть и у них такой теглайн, они говорят, что в Европе есть талант. Потому что, например, очень многие американские инвесторы не инвестируют в европейский стартап. Или не идут и не инвестируют в Европе. То есть если ваш европейский стартап приедет в долину, да, они вас инвестируют. Если вы там откроете офис, вы скажете, да, мы в долине, они вас инвестируют. Но если вы будете находиться в Польше, да, в Варшаве, они вас не инвестируют, потому что на ранней стадии инвестор должен работать со стартапом очень близко, потому что, ну, вы, скажем, такой еще материал уязвимый, что они хотят как бы держать руку на пульсе. Вот, и поэтому Black Box, мы с Fadi работали год, то есть мы не инвестировали, то есть Fadi инвестировал лично какие-то там минимальные суммы в некоторые стартапы, мы больше перешли в такие образовательные программы, как я вам сказала, мы залончили Demo Day, и потом мы залончили программу Black Box Connect, то есть это была недельная программа для предпринимателей, инвесторов и R&D людей из, не из Кремниевой долины, которые приезжали, и мы для них делали такой, знаете, crash course, где они встречались с инвесторами, где они встречались с предпринимателями, с дизайнерами по продукту, с дизайнерами там по юзер-интерфейсу и юзер-экспериенс, где они встречались с огромным, с банкирами, с юристами, с огромным количеством людей, чтобы понять, как бы, как развивать их бизнесы. Предприниматели для того, чтобы как развивать их бизнесы, инвесторы понимали то, как люди инвестируют в стартапы, люди, которые занимаются R&D, они как бы смотрели на тренды. Вот, то есть мы перешли больше в такую сферу и думали дальше делать фонд. Ну, а сейчас, как бы, у меня мысли, что я буду делать, строить новую команду и буду делать, буду работать под другим брендом. Ну, это, как бы, it's to be announced. It's to be announced. Как бы, сегодня я с вами делилась тем, чем я занималась вот последний год-полтора, и том, что, как бы, lessons learned, и что происходит вообще вот в мире акселераторов. Хотела, как бы, моя такая одна из целей была, ну, как бы, сказать вам, что, вот, глядя, я много, как бы, езжу, да, смотрю, что происходит в различных частях света в плане предпринимательской деятельности. Москва – классное место, на самом деле. Потому что, я говорю, есть инвестиции, есть люди, которые сделали компанию, вот, опять же, та Runa Capital, да, там, Сергей Белосов, там, сальной компании Parallelost, у нас есть, там, Касперский, у нас есть Яндекс, у нас Evernote, ну, хотя они такие, как бы, американские, но они тоже, они тоже российская компания. То есть, у нас есть очень много компаний, которые, там, Акронис, кого я еще забыла? IntelliJ. Кто еще? Mail.ru. Еще что-нибудь я забыла? Epida, точно. Да, пожалуйста, то есть, у нас есть, у нас есть ДСТ, от кого дрожит вся долина. То есть, у нас есть, действительно, пул специалистов, которые могут вам помочь, в которых, действительно, есть опыт вывода бизнеса, бизнеса на глобальный масштаб и даже выхода IPO. Да, то есть, Яндекс был крупнейшим IPO, вот тогда тот момент, когда они вышли на NASDAQ, это было крупнейшее IPO со времен Google. Это круто. То есть, в Китае, конечно, много сейчас тоже происходит IPO, но я считаю, что в Европе мы просто чувствуем себя прекрасно. Поэтому у вас, у вас, у вас идеальная сейчас возможность, как бы, развивать свои идеи, пробовать, особенно в таком возрасте, когда вам нечего терять, семьи нет там, все дела. Ну, имейте в виду, у вас там нет детей, понимаете, когда ты начнешь, например, делать стартап, когда тебе 40, и у тебя там дети учатся в школе, и там тебя 24 часа в сутки нет дома, и вдруг ты там потратил все свои сбережения, которые, вообще-то, ты приготовил своему ребенку на учебу, тогда, как говорится, it hurts. А в таком возрасте, да, когда вам, когда вы можете жить, спать на матрасе, есть туширак, и, может быть, несколько лет, так скажем, сложной жизни, и потом вы можете стать миллионером, why not? То есть, это прекрасный возраст, чтобы попробовать. Ну, хорошо, если мы говорим о интернет-стартапе, и... Если мы говорим о России, о интернет-стартапе, что конкретно начинающий стартапер должен делать, чтобы заручиться поддержкой одного из тех фондов, которые были на одном из слайдов? Ну, вообще, вам нужно для начала, как бы, очень много видео, да, в интернете, там, тот же Белорусов очень много рассказывает, вообще все смотрят на команду, потому что, как я уже сказал, даже если у вас есть идея, вы все равно от этой идеи, скорее всего, уйдете, вы ее запивотите несколько раз. Но у вас должна быть офигенная команда, то есть у вас должен быть классный инженер, как минимум один. И у вас должно быть понимание... Ну, естественно, вы какую-то идею должны презентовать. Должны презентовать ее хорошо. Вы должны сделать домальное, домашнее задание, посмотреть рынок, как бы, да, какие у вас конкуренты, какую долю рынка вы готовы взять, на каком графическом рынке вы будете это делать. Вы должны понять, как бы, все особенности этого бизнеса и рассказать ваше видение, как бы, в чем вы готовы, в чем будет ваша особенность, почему ваш бизнес, да, будет лучше, чем все остальные, которые существуют сейчас, или чем он изменит эту индустрию, да, вот, например... Может, я предупредил пример с ЦИСКа? Ну, например, здесь компания ЦИСКа, да, то есть у них есть классное оборудование, да, там, телепрезенс, вебекс. Ну, оно стоит нереально дорого, и его очень сложно обслуживать. Тем не менее, извини. То есть оно, оно, как бы, оно прекрасно подходит крупным корпорациям, да, то есть прекрасно, потому что в крупных корпорациях есть IT-отдел, который об этом позаботится, им нужно идеальное качество. Вот появилась компания, как бы, ну, есть много очень маленьких компаний, которые сделают вам видеоконференцию просто с вашей же камерой, то есть, в принципе, сделать ту же услугу, ну, может быть, чем-то хуже, да, но вы сможете ей пользоваться, например, webinar.ru, да, есть вот в России. Есть очень много вот таких вот сервисов, которые, в принципе, помогут вам, ну, будут делать то же самое, что делает ЦИСКа, телеконференция, только на другом, как бы, ну, в том, вроде бы, в том же рынке, да, но не выбирают какую-то нишу, они делают какой-то disruption, вот как пример. То есть у вас должно быть то же самое, вы должны классно понимать рынок, в котором вы хотите, на который вы хотите выходить. Ну, хорошо, и что, я должен им как-то написать или где-то встретиться, или проводятся отдельные... А, я думаю, что нужно на них, да, зайти на сайт, да, на Farminers. У них там есть application forms, насколько я знаю. Мне кажется, Farminers и GloveStart, они принимают стартапы на, как это называется, ongoing basis? Вот на постоянном. То есть они постоянно, вы можете, по-моему, в любое время отправить, нужно посмотреть, вы знаете, да? Я просто насчет GloveStart немножко. А, да, ну, вот вы сейчас расскажете. А, например, у Y-Combinator, да, у них есть конкретные даты. Да, то есть у них четыре набора в год, насколько я знаю, или два. Два или четыре, сейчас я уже точно не помню. То есть у них есть конкретные даты. А с этими вы можете все прийти на сайт и посмотреть, вот есть... Насчет GloveStart, насколько мне известно, там они регулярно проводят в Digital October, это где Красный Октябрь у нас, они проводят встречи. В общем, интересные достаточно, у них тоже семинары бывают. И там же проводятся регулярно, у них, они делают уикенд, стартап-викенды. Вот. И именно вот в Digital October они делают. И они там отбирают стартапы, которые им интересны, и, соответственно, предлагают им инвестирование. То есть как раз-таки вот эти презентации, которые, вот эти домашние задания, о которых вы говорите, они как раз проводятся на вот этом вот стартап-викенде. Они все демонстрируются, и там есть эксперты, которые, в общем-то, выбирают. И чем интереснее проект, тем они меньше долю просят. Ну, в общем. Да, и вот у них следующий уикенд, следующий уикенд будут следующие выходные. Это когда там, 26-25, да? 25-26, да. Вот, 25-26, и там причем будет особенный уикенд. То есть вам не обязательно приходить с командой. Вы можете прийти как человек, как специалист, один, и можете найти команду прямо там. То есть я советую всем пойти, даже если вы не собираетесь серьезно делать стартап, ну, мало ли, ну, посмотрите, как это происходит, попробуйте что-нибудь там за уикенд нафигачить. Попробуйте. То есть это же, как говорится, try and error. Посмотрите, как это вообще весь процесс работает. Это мои контактные данные. Если вы хотите мне написать имейл, или добавить мне в Facebook, или зафолк мне на Twitter. На Facebook мне лучше написать что-нибудь, если у меня добавить на Facebook, вы должны мне что-нибудь написать. Если вы мне ничего не напишите, я вас не добавлю, если я вас не запомню. И если еще есть какие-то вопросы, моя цель сегодня была вас вдохновить, видимо, знаете, присоединиться к акселератору, я чувствую. А вот такой вопрос. Почему назвали свои сервята Black Box? Почему не Black? Почему не White Box? Это же, типа черный ящик, и понятно, что там внутри происходит. Да, вот видите, вот так же со стартапом. Вот он приезжает, и там происходит такое волшебство. Такое в нашем доме неописуемое. И вы... Что, простите? Кота Шрёдингера внутри. Ага, нет. Нет, такого нет. Вот, в принципе, это все, что я вам хотела рассказать. Рассказать о американских акселераторах. Рассказать, что... Как бы провести аналогию с российскими. Сказать, что, глядя на то, что я вижу как бы по миру, да, еще раз повторюсь, что, мне кажется, мы находимся в очень неплохой ситуации. И надо эта возможность... Если есть возможность, надо ей воспользоваться. Chance favors the connected mind, да. Так что... Я очень рада была с вами пообщаться. Спасибо, что вы так внимательно слушали, задавали вопросы, были активны, комментировали. Я думаю, что, наверное, еще встретимся. Может быть, как раз на уикенде я собираюсь там быть. Поэтому приходите. Ну все, счастливо. Спасибо. Спасибо.